В этом выпуске отправляемся в Англию и говорим про город Оксфорд. Об этом городе слышали все, по большей части благодаря своему университету, в котором мечтают учиться студенты со всего мира. Пожалуй, на этом знания об Оксфорде у нас закончатся. На самом же деле, в этом небольшом, но известном на весь мир город, интересно практически все. Начиная уже с самого названия. В старых источниках название города упоминается как Оксенофорд. От древнеанглийского Оксен, что значит быки, и Форд, что значит морской порт. Также Оксфорд называют городом дремлющих шпилей из-за многочисленных построек и своих готических улочек, дворов и соборов. Также его называют сокровища Альфреда по имени англосаксонского короля, основателя Оксфордского университета. И, конечно, город привлекает внимание поклонников фильма о Гарри Поттере, ведь многие сцены были сняты именно здесь. А сам Оксфордский университет был постоянным местом съемок первой части Гарри Поттера, исполняя роль школы чародейства и волшебства Хогвартса. У меня есть даже отдельный выпуск на канале Smaps Education из Оксфордского университета, где мне посчастливилось переночевать в местном общежитии и побывать в той знаменитой столовой из фильма. Столовая, кстати, функционирует, и туда даже можно записаться на завтрак. Линк на это видео и все полезные ссылочки вы найдете в описании к данному ролику. И, конечно, не забывайте заходить к нам на сайт о зарубежном образовании, 3wsmaps.ru. Но вообще неважно, являетесь ли вы фанатом книг о юном волшебнике или нет, самый знаменитый студенческий город никого не оставит равнодушным. Куда стоит заглянуть и что сделать, попав однажды в Оксфорд? Обязательно посетите Бадлианскую библиотеку. Собрание ее насчитывает более 6 миллионов книг. Библиотека считается самой старой в Европе. Оспаривая данный статус, только у Ватиканской. Книжное собрание ведет историю от первой библиотеки Оксфорда, которая была основана в 14 веке, когда библиотека только начала функционировать. Ее книги были прикованы к полкам цепями, поскольку на тот момент книги стоили достаточно дорого, и цепи помогали предотвратить кражу. Кстати, здесь и по сей день есть несколько экземпляров, скованных цепями, чтобы посетители могли себе представить, как это было. Сняты цепи из книг были в 1757 году. Снял их кузнец Натан Эль Бул, освободив таким образом 1448 томов и получил за свою работу 3 шиллинга и 4 пенса. Что касается съемок Гарри Поттера, то для них было задействовано две локации. Холл Богословского отделения и библиотека герцога Хамфри. Первое. Даминити Холл. Появилась в фильме «Однажды». Сначала здесь было расположено больничное крыло Хогвартса в первом фильме, а затем в серии «Гарри Поттер и Кубок огня», когда профессор Макгонагалл учила студентов Гриффиндора танцам. Из библиотеки Герцога студенты по сей день не могут брать книги на дом. Их можно только брать для изучения в читальном зале или делать ксерокопии. Но не всех. Именно здесь ранее и были книги, окутанные цепями. Кстати, сейчас съемки здесь строго запрещены, поэтому посетители просят сложить все свои фото и видеокамеры в специальный ящик перед тем, как войти в библиотеку. Посмотрите колледж Церкви Христа. Льюис Кэррол, автор известной «Алисы в стране чудес», преподавал в этом колледже Оксфордского университета. А Алисой являлась дочка декана. Среди выпускников этого колледжа 13 премьер-министров Великобритании. В фильме о волшебниках Хогвартса мы видели лестницу этого колледжа, а также большой зал, где тоже проходили приемы пищи и крытую галерею. При колледже есть башня Тома, где находится один из самых больших колоколов Англии. В 2105 он звонит 101 раз. Когда-то давно в колледже обучался 101 студент, и после этого времени им было запрещено выходить из здания. И какое же путешествие в Англию без британского Эля? Сходите на бокальчик или, правильнее будет говорить, пинту в The Eagle and Child. Это один из самых старых пабов в Оксфорде. Открыт он был в 1650 году. Его также называют Bird and Baby. Наибольшую значимость ему придает тот факт, что здесь проходили встречи литературного клуба Инклинги, в который входили писатели Толкин и Льюис. А любимым местом писателей в пабе был уютный зал с камином под названием Rabbit Room. Здесь будущие создатели бестселлеров на века обсуждали события в мире, литературные новинки, новые идеи, спорили и зачитывали отрывки из разных произведений. Паб подкупает посетителей и наличием основной атрибутики любого паба. Здесь есть мишени для игры в дартс, матовые стекла, не пропускающий свет и меню, написанное мелом на доске. Это самое атмосферное место, чтобы почувствовать себя гостем паба прошлых лет. К тому же, это одно из тех мест, где можно отведать приличный британский эль. Говорят, что здесь была снята одна из сцен Властелина Колец, когда Сэма и Фродо спасают с Роковой горы. Обязательно загляните в башню университетской церкви Девы Марии. Здесь вы можете посмотреть на Оксфорд с высоты птичьего полета. Возраст самой башни насчитывает не менее семи столетий. Смотровая башня считается лучшей в городе и с нее отлично видно все знаковые места Оксфорда. В том числе колледж всех душ праведно усопших, где обучаются аспиранты, а также Брасенос колледж и Бодлианскую библиотеку. Церковь была возведена в 13 веке и тогда же она стала университетским колледжем. Сперва храм являлся не только религиозным учреждением, но и использовался также как административное здание с университетским центром, где читались лекции и вручались дипломы. Архитектура южного входа сооружения представляет собой черты римского барокко, что в свое время английские Буритании посчитали несоответствующей канонам классической английской церковной архитектуры. Они были настолько в ярости, что расстреляли все скульптуры, которые, по их мнению, напоминали идолов язычества. Внутри храма сохранились витражи времен Средневековья, а ниши окон украшены архангелами, которые держат щиты. Находится здесь и орган. Сама башня была построена в 1270 году, а уже в начале 14 века ее оформили остоконечным шпилем в готическом стиле, горгулями и статуями. Некоторые из извояний используются также для того, чтобы отводить дождевые воды. Посетите могилу писателя Толкиена. На Вулверкотском кладбище, открытом в 1889 году, похоронен не только создатель всемирно известной трилогии о Властелине колец, но и отец нашего русского писателя Бориса Пастернака, художник Леонид Пастернак, а также Дмитрий Оболенский, русский князь и профессор, преподававший историю России. Прозвучит жутко, но кладбище Вулверкот – победитель категории кладбища года в 1999 и 2001 годах. На кладбище есть несколько секций для отдельных религий или этнических групп, включая бахаи, мусульман, евреев, православных, греков, русских православных, сербских православных и других. Субтитры создавал DimaTorzok